В этом году срок уплаты налогов на имущество перенесли на месяц, на начало декабря. Порядок рассылки тоже изменился. Если по каким-то причинам уведомление еще не дошло до адресата, он должен сам поставить службу в известность, иначе придется платить штраф. Как с этим обстоят дела в Мирненском районе, расскажет Августа Степанова. Платежи через интернет – то, на чем можно сэкономить драгоценное время. Кюнея Николаева необходимо погасить имущественные налоги. Делает она это через сервис «Личный кабинет». Преимущества интернет-услуги оценила она уже давно. Пользуюсь уже несколько лет. Очень удобный способ оплаты не только налога, но и за свет можно оплатить. Перевод денег – очень удобный способ. Не надо стоять в очереди в банке, так что очень удобно пользуйтесь. Зинаида Кульбачная привыкла к тому, что каждый год в своем почтовом ящике она находила уведомления о необходимости уплаты налогов. Происходило это, как правило, летом. И срок оплаты квитанции был четкий – до 1 октября. Всегда отчитывались до 1 октября. Сейчас, слава богу, налоговая у нас продлила этот налог такой, чтобы люди почувствовали себя, чтобы люди что-то знали, за что они платят. Поэтому они продлили, сделали нам доброе дело. У граждан есть возможность не ждать уведомлений по почте. Можно получить необходимые платежные документы в отделении налоговой. Те, кто подключился к сервису личный кабинет, получат квитанцию в электронном виде. Все, кто в свое время пришел в налоговую инспекцию, получил регистрационную карточку с личным кабинетом, вошел один раз в личный кабинет, поменял логин и пароль, Данная категория налогоплательщиков у нас квитанции по почте не получит. Если вы на сегодняшний день потеряли логин и пароль, или по какой-то причине не можете войти в личный кабинет, нужно обратиться в налоговую инспекцию. Нововведений в этом году немало. Некоторые коснулись пенсионеров. И если раньше они полностью освобождались от имущественных налогов, то теперь льготами облагается только один объект недвижимости. Если две квартиры, то только на одну квартиру. Если два жилых дома, то только на жилой дом. Если два гаража, то на один гараж. До 1 ноября этого года нужно подать заявление о выбранных объектах для льготы на 2016 год. За 2015 год налоговый орган самостоятельно определил льготу и не начислил налог на самый дорогой объект. Самое главное – своевременность оплаты. В противном случае неплательщика ждут меры взыскания. Должникам грозят удержание заработной платы, арест имущества и ограничение на выезд. Августа Степанова, Илья Засухин, Телеканал «Алмазный край».